Твой выход, значит, Макс Куле, как называется у нас? Великий русский поэт называется, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, ребята. Сейчас почитаю стихотворение, называется «Гроза». Поднеси мне стихи, пожалуйста. Затянуло обычное небо, солнце и синий цвет. Эти люди такие злые, иглы, а легкий конфет. Глядя в окно, я увидел капли воды. Это были обычные волны, такой же обычной Невы. Вдалеке мигали зорницы, началась гроза. Все разлетелись, птицы, и исчезла луна. Все отмегалось так быстро, что, возможно, это было не так. Мимо прошел неподвижно какой-то дурак. Ливни хлистали воду, я видел настоящий бой. Визжащие яркие пули и Невы, очень тихий вой. Этим каплям, похожим на слезы. Нужно было умереть, испариться, слиться. Исчезнуть на них нельзя долго смотреть. И правда так часто, правда. Гроза подходила к концу. Я вышел на остановке, и луч залезал по лицу. Был очень свежий воздух, солнце и синий цвет. Эти люди такие смешные. Гирлянды, обернки, конфеты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Лёха хороший, парень, да. Но стихи-то другие. Может, стиль похож. Так, следующее стихотворение. Из моего нового сборника. Называется, я должен был умереть еще пять лет назад. Пятое время года. Ножи разорвали воду. Разрезали тонкую нить. Всех людей за глупость простить. Очень сложно и очень невнятно. И мне совсем непонятно, во что верить, за кем идти. Я сомневаюсь, прости. Делаю шаг вперед. На два отъезжаю назад. Жизнь — это черный лед. Скользкий гад. Я в детстве очень любил скользить по такому льду. И я тогда и не знал, что сюда попаду. Я оказался на дне. Каждый ведь знает про дно. Многие тут побывали и вынесли вывод о дно. Это не описать. Мне не хватает слов. Себя надо спасать. Эти три слова из снов. Эти три слова из дня. И серебряться в ночи. Себя надо спасать. Это душа кричит. Я не ругать себя, прошу. Пятое время года. Ножи разорвали в воду. Разрезали тонкую нить. Всех людей за глупость простить очень сложно. И очень невнятно. И мне совсем непонятно, во что верить. За кем идти. Я сомневаюсь. Прости. Делаю шаг вперед. На два отъезжаю назад. Жизнь. Это черный лед. Скользкий гад. Дай дальше. Мне нравится четвертая стихи. Я в детстве очень любил скользить по такому льду. Я тогда и не знал, что сюда попаду. Я оказался на дне. Каждый ведь знает про дно. Многие тут побывали. И вынесли вывод одно. Это не описать. Мне не хватает слов. Себя надо спасать. Эти три слова из снов. Эти три слова из дня. И серебрятся в ночи. Себя надо спасать. Эта душа кричит. А? А? Стих великолепный. Дай на себя спасать. Трандана. Попробуй. Как это будет? По-человечески прочитать. По-человечески. Попробуй. Что? По-моему, мальчик лучше прочел. Нет. По-моему, что вы делите. Ну, потом на видео реши. Вот, прайчик. Пожалуйста. Ну, тут-то, да. Исполнение. Ну, ладно. Вот просто свежее стихотворение. Такое вот. Ну, такое вообще без хорея. Ямбов я не соблюдаю. Рва на стих. Ночью надо дорожить. Ее впитываю всю. В эпилдекса штуки три. Ты на небо посмотри. Я иду, и мне плевать, Что придется повторить. Что придется отвечать. Я выбираю молчать. Быть немного признутым. Или попроще, еродивым. Не важно, что в моде сейчас. Уж точно не злость. Но почему-то везде. И мне в этой среде просто нечем дышать. Я продолжаю молчать и смотреть. Может, мне нужно рычаг? Да нет. Вроде не так. Я не из тех, кто режет себя. Я не за алую кровь. Я не из тех, кто устраивает революции И любит запах пороха. Просто из этого города я не хочу уезжать. Я продолжаю молчать и смотреть. Понимаете, это сложно все на свете успеть. Но есть же мечты. Есть же другие миры. Есть же блаженство и кайф. Значит, есть и Господь, или его нет. И мне не нужен совет. Бывают такие минуты, что я понимаю все. Но просто все на свете. А иногда ничего. И это все чаще, чаще, чаще. Вот. Уже более человеческие. Спасибо, друзья. Все, да? Ну, давайте еще завершу коротеньким. Давай, давай. Не бойся быть человеком. Я не боюсь. Я боюсь милиции. В Питере снова погасли огни. Пара и битые мотоциклеты. Острое дно. Помойки не вы. Кровь, люди и пистолеты. Кто-то шел с концерта домой. Кто-то живой. А кто-то в участке. Нам кидают хлеба и боль. У них новая форма и маски. Спасибо. Маски, кулер. Спасибо. Ну, там, Арчи. Потом посмотрим. Посмотрим. Я сделал это для того, чтобы просто почувствовать разницу, что можно, когда исполняет Макс, все время вот в одной манере. А можно в разной. Я не говорю, что я идеально прочитал его стих, но манеру, я думаю, я передал другую совершенно абсолютно. Нет, Арчи он сам передал. Душевно, да, я говорю. Нам здесь только Лига в такой-то, вы скажете. Не, ну, у Макса своя манера есть, ему от нее избавляться не надо, но вкраплять вот эти вот человеческие такие вот паузы и так далее. Лучше воспримется текст, а не сам Макс, как бы, кричащий. А кто-то запоминает стук, кричащий Макс. А хочется услышать те эмоции и чувства, которые заложены в тексте, как бы. Вот речь об этом. Я вас сравниваю с Лехой Никоном. Нет, ну, ты потом посмотришь, все выяснишь. Ладно, поехали дальше. Спасибо. Спасибо.